Добрый день дорогие друзья! А башкан Гагаузии Евгений Агуцул является законно избранным башканом гагаузской автономии. Сегодня мы с вами... Друзья, как вы думаете, почему власть сегодня прибегает к таким репрессиям? Против простых людей, против депутатов, против башканов, против советников, против мэров, против каждого из нас с вами. Я отвечу сама на свой вопрос. Знаете почему? Потому что власть любая боится народа. Не будет власти, если народ не станет ее поддерживать. Но сегодня в Молдове воцарилась абсолютная диктатура. Они себе сегодня позволяют все. Они позволяют себе быть превыше закона. Превыше всего законного, всех документов, всех нормативных актов. И они занимаются устрашением. Устрашением каждого из нас с вами. У нас есть сегодня уникальный шанс отстоять не только башкана Гагаузии, не только каждого из нас с вами. А отстоять нашу красивую, цветущую, гостеприимную Молдову. По факту мы с вами сегодня боремся за нашу страну, за Молдову, которая хочет жить в мире, которая хочет жить в свободе. За народ наш, молдавский, который хочет, наконец-то, процветания. Вымученный народ, измученный сегодняшней властью, запуганный народ. И я хочу с полной уверенностью всем вам заявить, сегодня не время бояться. Если каждый из нас будет отсиживаться дома и бояться за себя лично, то завтра мы потеряем с вами страну. И будет поздно. Либо сегодня, либо поздно. Либо мы, либо больше некому. Друзья, искренне благодарю каждого из вас за ваше терпение, за вашу смелость, за вашу отвагу. Победа будет за нами. Победа! 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 Дорогие друзья, давайте поаплодируем все вместе депутатам парламента, которые вместе с нами сегодня пришли поддержать Пашкана Гагаузии, дорогие друзья! Победа! Победа! Дорогие друзья, Гагаузия всегда выделялась своим настойчивым характером, Гагаузия всегда выделялась своим духом. Сегодня Гагаузия показывает на примере себя, как нужно объединяться, чтобы наша страна, чтобы наша земля оставалась и принадлежала нам. Дорогие друзья, мы видим, что сегодня действующая власть делает с нами. Мы видим, что сегодня действующая власть делает с нашей республикой.